И приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Сегодня главные геополитические темы, в которых находится Украина, будет давать свою оценку и объяснять свое видение на ситуацию. Александр Новохадский, директор аналитических программ Украинского центра «Барометр», публицист, аналитики, человек с большим жизненным опытом. Я вам благодарна, что присоединились и нашли время для канала Политбюро. Спасибо, с вами всегда приятно проводить эфиры. Взаимно. Предлагаю начать нашу программу с ситуации в Приднестровье. Пройдет ли на этом направлении развязка? Если да, то как она вам видится? Ух ты! Смотрите, Приднестровье – это такая метастаза России. И весь вопрос тут в том, что имеет ли Приднестровье свою идентичность. Какая это идентичность? Насколько они своей вот этой субъектной идентичностью вписываются в пространство Молдовы, в пространство Украины или в пространство России? Что это есть? На самом деле это есть такая очень опасная, кровоточащая и гнойная зараза, типа заноза, которую вогнали между Украиной и Молдовой для того, чтобы исключить очередной способ общения Украины с миром. И в первую очередь эту задачу должна решать Украина, как ни странно, не Молдова. Эта задача исключительно Украины, или скажем так, в первую очередь Украины. Это самый больной вопрос не для Молдовы, как ни странно, а именно для Украины. Решать его необходимо было еще на позавчера. Решать его нужно было как минимум, вот самое удобное время для решения этого вопроса, это было год назад. год назад, февраль месяц, не конец февраля, а начало февраля, это было время для решения данного вопроса. Вот как только начались накапливаться ударные силы противника России на кордонах Украины, необходимо было решить вопрос с Приднестровьем. Это был тест на субъектность украинской власти, это был тест на субъектность, на готовность Украины, украинского истеблишмента быть геополитическим субъектом. Потому что геополитический субъект, это всегда тот, который занимается не только или не столько внутренними проблемами и делами, сколько внешними. Вот так взрослеют государственные образования и проявляются в виде субъектности. Видите, ну вот как детки, они же не субъектны с самого начала. Мы говорим, что да, у них там характер, вот он весь там обделался, но головку держит. Так же самое и с элитами, и с государственными образованиями. Если они хотят проявляться в геополитическом пространстве, они обязаны проявлять некую самостоятельность, которая может быть следствием исключительно собственного понимания. И когда страна понимает себя, у неё внутри всё в порядке. Точно так же, как и у любого человека. Когда человек понимает, кто он, что он, для чего он, куда он идёт, что он делает, усведомляет, осознаёт. Осознаёт себя субъектом, осознаёт себя в праве быть этим субъектом, имеет силы и ресурсы на то, чтобы быть субъектным. То есть, самостоятельным. Такой человек, как бы, нами всеми признаётся, что он взрослый. То есть, он ответственно подходит к своей жизни. Точно так же и с государственными образованиями. К сожалению, Украина продемонстрировала год назад и продолжает демонстрировать на сегодняшний день всё, что угодно, только не свою субъектность и понимание собственной идентичности. Хорошо, если ещё вот о Молдове, о Приднестрове. Там уже длится конфликт более чем 30 лет. Они до сих пор не знают, какая их идентичность. Они до сих пор не понимают, к чему себя относить. К Украине, к России, либо к Молдове? Они относят себя к криминальному способу зарабатывания денег. Дело всё в том, что Приднестровье является такой себе помойкой, такой финансовой помойкой, финансовой чёрной дырой, финансовым таким офшорчиком между российскими элитами и молдавскими элитами. Все компании, которые работают с Россией, в Приднестровье зарегистрированы и в Молдове, зарегистрированы и в Кишинёве. И более того, вся экономика современной Молдовы завязана на энергоносителях, которые получает Молдова для Приднестровья. То есть, это не говорит об идентичности, это не говорит о геополитике, не о самостоятельности, это говорит о огромной зависимости от российских денежных потоков, энергетических потоков, криминальных потоков. И всё это работает, естественно, во вред кому? Во вред Украине. И кто этим обязан заниматься? Украина. Потому что Кишинёвы, кишинёвские элиты научились извлекать удовольствие от существования Приднестровья. Они не мыслят себя, прожив столько лет с вот этим Приднестровьем, которое стало для них выгодным, выгодным подспорьем режиму, выгодным способом криминального накопления капиталов, выгодным способом решать целый ряд проблем, выгодным способом клянчить деньги у Евросоюза и у мировых финансовых структур. Выгодно Молдове, выгодно существование Приднестровья. На сегодняшний день то, что происходит с некими выступлениями политического характера о том, что некие жители Молдовы цепляются за существование Приднестровья и против президента Санду, и так дальше, и так дальше. Это ж всё пена. Смотреть надо в самую суть. А суть здесь такая, что если бы Украина, я со всей ответственностью, серьёзностью, и как, скажем так, чиновник, бывший чиновник украинский, очень высокого ранга, я вам со всей ответственностью заявляю, что если бы Украина год назад взяла на себя ответственность закрыть вопрос с Приднестровьем, ну, половина мира рука плескала бы, а вторая бы вытерла под солба и сказала бы, фух, ну, наконец-то. Александр, а как Украина могла закрыть вопрос с Приднестровьем? Вам технологически? Можно и практически. Ну, практически и технологически. Это называется специальная операция по, скажем так, переводу неких территорий под свою юрисдикцию. А зачем нам другие территории? Что значит другие? Ну, зачем нам территория Приднестровья? А, ну, отдайте её Молдове. Ну, это их законная территория. Зачем нам? Точно так же, как скажут, отдайте Крым России. А зачем нам, простите, какая-нибудь карцинома, да, или какого-то другого рода опухоль в организме? Давайте доставим опухоль, да, злокачественную, и будем с неё плинки сдувать и рассказывать, ну, что, нельзя же, ну, как же, это же, во-первых, опасно, во-вторых, если она там родилась и развилась, то она как бы там для чего-то выросла, да. Значит, нам нужно вырезать и выбросить. Вырезать и выбросить. Это что означает? Давайте начнём с того, что формально в условиях русской этики или российской современной этики мы бы ничего не нарушили. Во-первых, там как минимум треть населения, минимум треть, а сдаётся мне, что и ближе к половине имеют украинские паспорта. Раз. Второе. Эта территория не признана никем и никем не контролируется, то есть это типичная какая-то зона, в которой властвуют бандиты, то есть люди, которые вне закона, вне юрисдикции. И по всем законам жанра или по правилам, пониманию морского права, международного права обязана этим заниматься та сторона и тот геополитический субъект, который получает больше всего неудобства от существования этих бандитов. А какие мы неудобства получаем от существования Приднестровья? Ну вы на Румынию как ездите? Через Приднестровье? В Румынию я ехала через Черновцы. Это хороший крюк. Яссы. Это хороший крюк. Смотрите, нарушена транспортная развязка, нарушена логистическая развязка, нарушена вообще сама геополитическая суть существования, образования Украины. Если мы вспоминаем, что такое Украина, то мы даём определение, как природная страна, географическая страна, которая имеет свои природные границы. Природные границы Украины – это на севере Белорусские болота, на западе Карпатские горы, на юге Чёрное море, а на востоке – речка Волга, бассейн реки Волга и Дон. Вот это есть естественные, природные образы, очертания, географические. Ну, так Господь Бог распорядился, когда создавал географию с геологией. Планеты Земля, вот образовалась вот такая географическая страна, которая, скажем так, сегодня мы их называем украинскими землями. И на части этих земель обосновалось государственное образование, на части образовалось государственное образование Украина. Вот геополитика начинается как раз с идентичности, когда народы, которые населяют эту котловину, или эту природную страну, начинают вдуплять, что они одно целое, это как стакан чая. Если туда посыпать сахарку или соли, во всем пространстве этого объема будет либо сладко, либо соленое, либо это общность, понимаете, общность. Общность судьбы, общность будущего, общность быта, общность культуры. Вот так и проявляются людские сообщества в границах природных территорий. Так сформировалась Франция, например. Так сформировалась британская система, британское содружество. Хорошо. Вы человек с большим жизненным опытом. Вы возглавляли... Местами. Местами. Возглавляли вы не одно учреждение. Скажите, пожалуйста, были ли планы в украинского правительства забрать, как вы говорите, свои исконно исторические территории, которые были распланированы и которые, в принципе, Бог нам послал, распределил? Смотрите, не обязательно что-либо захватывать. Важно, чтобы это образование не приносило вреда, а работало на общее пространство. То есть для того, чтобы извлекать выгоду от существования соседей, не надо, нет нужды с ними воевать или их захватывать. Важно, чтобы они были включены в социальную систему взаимодействия с целью общей. А они хотят этого в преднестровье? А вот тут как раз и начинает работать набор инструментов для решения задач. На самом деле, необходимо было, если бы мы планировали, мы никогда не планировали решать вопрос с Приднестровьем. Никогда. Это я заявляю со всей ответственностью. Никогда. Ни в определенных комитетах Верховной Рады, ни в комитетах или советниках президентов Украины не было четкого, внятного плана. Даже в РНБО никогда не было не четкого, внятного плана, что делать с Приднестровьем. Потому что Украина не была субъектной и не была самостоятельной. Мы всегда ориентировались на Россию. А сейчас? А сейчас тоже. Сейчас при всех разговорах о том, что Украина не Россия, несмотря на все портреты Степана Бандеры, несмотря на марш украинских националистов «Червону колыну», которая стала национальным гимном на этот период, мы все равно не понимаем ни своей идентичности и не собираемся заниматься своей природной, естественной ролью в геополитическом пространстве. Вопрос с Приднестровьем обязана решить Украина во взаимодействии с Румынией. То есть мы обязаны этот вопрос отпланировать, уразуметь и предложить этот план тем людям, которые согласны в него войти в качестве звена взаимодействия. Хорошо, тогда Приднестровье должно быть разделено между Украиной и Румынией? Зачем же разделено или не разделено? Суть в том, что Молдова определила свою стратегию, жизненную стратегию, жизненный цикл в виде интеграции в Румынию. То есть Молдова, молдовское правительство, молдовские элиты обозначили в целом ряде документов, в том числе и доктрины национальной безопасности, будущую интеграцию с культурным пространством и политическим пространством государства Румыния. Так с кем мы должны договариваться для того, чтобы понять, что мы делаем с вот этим Приднестровьем? Может быть имеет смысл его полностью взять под контроль Украины, потому что те люди, которые живут в Приднестровье, имеют менталитет ближе к украинцам, чем к румынам. Если из них насильно будут делать румын, то это опять же будет целая большая проблема. Тут вопрос решается не с точки зрения банальной политики или банальной идеологии. Этот вопрос решается через включение в экономические цепочки. экономические цепочки, экономические инструменты, то есть людям, которые на сегодняшний день живут в Приднестровье, необходимо дать четкое понимание вписанности в экономические режимы и в экономические пространства, в которых они получают возможность накапливать деньги. Потому что добро будет эта возможность накапливать деньги. Не потрачить на кого-то и умирать за этот доллар. А именно быть включенным в систему распределения денежных средств, которая позволяет эти денежные средства накапливать. Казалось бы, где экономика, где геополитика, где Приднестровье, где Украина с Молдовой. А на самом деле это все невероятно связано. И решение этой проблемы не в том, кому будет она принадлежать, а решение проблемы в том, какое государственное образование, что может дать этим людям, которые на сегодняшний день в Приднестровье себя идентифицируют другими, нежели Молдова. В непризнанном Приднестровье с 1 марта начнется очередное военное собрание. Об этом сообщила так называемая Минобороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом передают российские СМИ. Причина собрания якобы возможная провокация со стороны Украины. В РосСМИ уже давно пишут о том, что Украина хочет сделать определенные провокации. Простите, провокации чего? Провокация захвата Приднестровья. Что значит провокация? Захвата территории. Либо захват, либо провокация. Понимаете? Что значит провокация? Провокация это что? Прыжок на месте, махание пипедастрами, танцы на воде. Они по-разному пишут. В одних статьях они пишут, Украина хочет сделать провокацию. В других они пишут о том, что Украина хочет захватить Приднестровье. Знаете, если бы Украина действительно этого хотела, это бы закончилось за часов 12. И вот вам вопрос. Действительно ли это нужно Украине? Да. Да. Украине это сделает в ближайшее время? Не уверен. Что для этого нужно? Чтобы Украина решила вопрос с Приднестровьем? Гром должен грянуть. Какое? В виде чего? В виде атаки с Приднестровья либо на Молдову, тогда это уже проблемы Румынии, либо атаки на Украину. Тут один сценарий, который Россия лелеет уже бог знает сколько лет. Десантным прорывом десантной операции соединить через затоку Одесскую, в Одесской области через затоку соединиться с силами в Приднестровье вдоль Днестра. То есть сделать операцию, которая позволит из Приднестровья получить полноценный плацдарм для развития наступления на Украину. И последующие скажем так атаки навстречу атакующим соединениям с севера послать в атаку соединения с юга. То есть таким образом отрезать от Украины хороший кусок, оставить западную Украину скажем так как они выражаются европейским партнером. Все отхваченное вот этими ножницами Беларусь Приднестровья как раз где-то по Хмельницкой области. Все что будет восточнее все уже переваривать в Россию. Вот это суть того операции по расчленению и захвату Украины которую готовил в том числе недавно представившийся не будем выражаться Глеб Павловский. Один из идеологов того как должна быть расчленена Украина. Сначала должен быть отхвачен Донбасс потом должен быть отхвачен Крым потом должна быть отхвачена Одесса с Николаевом потом должно быть отхвачено Приднестровье потом ударом с Белоруссией и Приднестровья добить вот этот кусок Украины между вот этим вот линией прорыва где-то в районе Хмельницкой Житомирской области границы и между Днепром прижать к Днепру и закончить вообще вопрос про существование Украины. вот это те вещи которые геополитически Россия вынашивала бог знает сколько времени и господин Никночев помянутый Павловский и же с ними они эти вещи не стеснялись не акцентировать не описывать не желать внутри понимая все то что будет разворачиваться в этих землях потому что Украина для них та идентичность которую они не принимают как свою идентичность подлежащую уничтожению и существует раковое образование с этическим раком у них этическая суть другая и они вот таким образом пускают метастазы Абхазия Осетия Приднестровье Крым при этот самый господи ЛДНР Ну ЛДНР это же та же самая аналогия полностью абсолютно однофигственная как две капли дров ситуация как с Приднестровьем Абсолютно Так давайте оставим Приднестровье будем смотреть как они там весело размножаются эти гады По поводу ДНР ЛНР это ну это наши территории точно так же могу сказать по поводу Крыма А чем докажите А вы докажите что они ваши Ну это границы 91-го года А границы 19-го года совсем другие 1900 А границы за царя Панька третьи Что определяет границы геополитического образования Ну тогда Россия наверное тоже правильно делает да там она хочет возобновить свою СРСР да там свои границы которые она одержала в том числе ну то есть если с этой точки зрения смотреть то как бы ну почему И что у них получается У них не получается Почему Ну потому что Россия не может снова возобновить СРСР Я не хочу жить потому что руководством Российской Федерации Диночка они берут не свое вот смотрите в случае с Приднестровьем мы забираем свое а в случае с Россией они берут не свое понимаете они берут вот со своей чашки начинают лить к нам замечательный наш стакан ну мы не можем принять потому что у нас не работает это более того не соединяется их чашка с нашим стаканчиком ну никак у них свое пространство у них свое пространство если мы говорим о геополитике смотрите мы говорим о геополитике геополитика подразумевает зависимость уклада отношений и прочего всего в зависимости от географии если мы говорим о геополитике это означает что существуют некие географически или геологически, если хотите, обоснованные параметры некой территориальной общности, которая подтверждена культурой, идентичностью, мировоззрением, социальным укладом и так далее, вещами, которые, ну, мы же живем в мире людей, и вот связь этого мира людей с геологией и географией рождает экономику отношений. Выгоду. И для обеспечения вот этой выгоды наиболее добротно, спокойно и безопасно живут государственные формирования, которые поняли свое геополитическое предназначение, которое исходит из их идентичности и реализовали его в политике, в отношениях с другими государствами, и которые не стремятся воевать все время и везде, а именно включать в систему получения выгоды. Вот так образуются великие цивилизации и культуры на планете Земля. Британская цивилизация, американская цивилизация, ладно, китайская цивилизация, исламская цивилизация – это все людские образования, которые переводят понимание собственной идентичности в понимание того, насколько они могут быть и где и в чем они должны быть, могут быть выгодны своим соседям, и на этом они взаимодействуют. Зачем Россия раскачивает ситуацию? Вот, например, крайнее заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Украина готовит провокацию Приднестровья с использованием радиоактивных материалов для эскалации конфликта. Это бред. Зачем это России? Давайте спросим, зачем это Мария Захаровой. Потому что она официальный представитель Министерства иностранных дел. Она должна делать какие-то заявления. Зачем это России? Смотрите, на самом деле она никому ничего не должна. Она должна как чиновник, она должна как официальный представитель своему государству. Она отрабатывает свою зарплату. Вот она ее отрабатывает. Они же платят налоги, правильно? Причем здесь налоги. Ну она же отрабатывает свою зарплату. Зарплата, налоги с зарплатой никак не связаны на самом деле. Зарплата – это эквивалент ценности для режима. Она ценна своему режиму, которому она служит. Тем, что у нее рот выдает совершенно то, что мозг не переваривает. Хорошо, для чего это Россия? Россия – это кто? Российскому руководству. Российское руководство является частью российского культурного пространства. Поговорка по правилам. Ну на самом деле да, потому что Украина в своем публицистическом или публичном виде, или политическом виде недалеко ушла от России. Это действительно грязная карикатура на Россию. То, что делает сегодняшний истеблишмент – это просто грязный шарш и пасквиль на структуру России. И пора это просто понять и отказаться от этого. Потому что это действительно фу-фу-фу выглядит отвратительно. Особенно с точки зрения России. Для чего России? Если я вам скажу, что просто они людожеры. Вас устроит такой ответ? Ну, я и так это понимаю. Вот видите, ну не надо искать сложных объяснений для простых вещей. Если простая вещь, и мы это четко понимаем, что Россия угрожает существованию Украины, то что бы они ни говорили, чем бы они ни стреляли, что бы они ни делали, нас это должно мало интересовать. Нас должно интересовать, что делаем мы для обеспечения собственной безопасности, собственного экономического добробута и собственного понимания того, кто мы, что мы, для чего мы. Вот все. Мы должны с собой. Каждая страна, перед тем, как лезть в геополитику, должна четко разобраться с собой внутри. И если мы берем уже вот эту современную Россию, Россия не занимается внутренними вопросами. Россия консолидирована внутри, в этическом порыве расправиться с врагами. И вот эти люди, которые называют себя руководством России, они действуют вот в этом психозе страха и ненависти. Потому что если они будут выбиваться из вот этой волны народного изъявления, вот желания кого-то нагнуть, то они не будут на тех постах, на которых они находятся. Они же паразиты. Они используют вот эту народное, вот это вот культурное, если это можно сказать, что это культуре. Ну, действительно, это о культуре. Вот культура завоевать, культура нагнуть, изнасиловать, включить насильно в какое-то свое пространство сожитие, это есть запрос, внутренний запрос у сегодняшнего русского населения, российского населения. И, естественно, те люди, которые пишут, что они руководство, они обязаны хотя бы имитировать, хотя бы имитировать, что они не просто согласны, они впереди народа своего. Ну, они же вожди. Поэтому их риторика, поэтому их заявления будут, должны быть по законам жанра гораздо ярче, гораздо сформулированней, гораздо чокче акцентированы, иначе они вылетят с этой социальной системы, со своего места. А только это место в социальной системе впереди вот этого вот всего безобразия дает материальную выгоду. Экономика. Интересно, вы все так рассказали, запутали, но и развязались. Почему я запутал? Давайте разбираться. Давайте разбираться. Знаете, в чем я хочу с вами еще? Мне понятно, я надеюсь, что и зрителям тоже понятно. Что я еще хочу с вами обсудить, и в чем я хочу разобраться, об идеологии создания ЧВК Рёдан. Это объединение молодежи, которое началось в России, и уже наши полицейские заявляют о том, что они задерживают первых людей, которые начинают все это прокачивать и в Украине. Что вам об этом известно? Это какой-то вот такой способ России раскачать историю внутри Украины через молодежь? Ну, это имеет на самом деле абсолютно природное основание. Это не новость. На закате Советского Союза вот это явление молодежных банд было повсеместным в конце 80-х годов во всех индустриальных городах, где индустрия начала загибаться. Это связано с какими-то событиями, например, с войной, с революциями? Это связано с самосознанием, самоосознанием и отторжением молодыми людьми того пространства сожития, в которых живут их родители и родители их родителей. Это очень замечательный звоночек о том, что социальная система Россия получает новую генерацию людей, которые не то что не согласны, они не могут терпеть и не будут терпеть вот тот уклад порядок, в котором находится на сегодняшний день большинство жителей Российской Федерации. Вот так было с Советским Союзом в конце 80-х годов. И потом именно эти люди молодые, которые были не согласны с Советским Союзом, с политикой партии, и социальным пространством, они стали основой вот того движения трансформации, которое произошло в 90-е. Это же следующая, это же генерация, которая на себя возьмет ответственность за все происходящее в стране. Это означает то, что Россия находится на грани перехода в состояние нестабильное. И вот именно до этого момента, до появления вот этих массовых молодежных банд, ну, скажем так, не было видно, по крайней мере мне, что Россия может быть трансформирована изнутри себя самой. Потому что Россия всегда трансформировалась исключительно сверху. начиная с времен появления такого явления культурного, как Русь, никогда изнутри там ничего не происходило. Там всегда только извне. Что касается появления как бы этой гадости в Украине, ну... Идеология, я отмечу, заключается в том, чтобы собираться в большие группы, как правило, по нескольку сотен человек в торговых центрах, либо вблизи них и устраивать массовые драки с софниками, так представители ЧВК Рёдан называют носителей всех остальных молодежных субкультур, но в первую очередь правых. То есть бьют друг другу морду, морду вот, если... Это означает, что они нифига ничем не заняты. Это означает, что у них дофига свободного времени. Хорошо, но в России... И нету возможности приложить дурь. Хорошо, в России, я понимаю, там нечем им заняться. А украинцы почему на это идут? А в Украине есть? Какая у них идеология, вот у молодежи, как вы считаете? Почему вы считаете, что идеология что-то решает? Идеология – это следствие того, что кому-то нечем заняться. Идеология... Вы считаете, что сейчас украинцы, молодое поколение, не имеют чем заняться? Да, они предоставлены сами себе. Вы хотите сказать, что у нас нормально работают школы? На дистанционном обучении? Но это не зависит от нас. А от кого? Это последствия коронавируса. Это в принципе издержки того, что мы живем в военное время. Ну тогда не ходите в супермаркеты. Если вы не несете ответственность, если мы, украинцы, не несем ответственность за то пространство, в котором мы находимся, мы должны быть готовы получать последствия от этой неготовности и неответственности. Хорошо, если в школе нету бомбоубежища, я, например, если у меня был бы ребенок, я бы не отпустила его. Ну вот, получите ЧВК. Молодежная. Вот такой вот простой ответ. Простой. Понимаете, простые явления в мире людей имеют всегда простые объяснения. Не надо сложных объяснений. Не надо доцюковщины. Доцюковщина – это порождение мира брехни, где люди живут в страхе и ненависти и придумывают себе светлое будущее. Но не бывает светлого будущего у червячков, которых разводят для рыбалки. Понятно. Вот червячкам, которые живут в этом пространстве, нужны доцюки, которые им будут рассказывать о великой цели червячков сходить с мужиками на рыбалку. Вот для этого нужны доцюки. Для того, чтобы червячки были бодрые, веселые, и здорово виляли хвостиками при встрече с рыбами. Вот этот как раз этический переход, любая человеческая система сожития, а тем более организованная, а тем более в виде государственной формации, имеет этическую основу. именно сама вот эта этика восприятия окружающего мира и самого себя в этом мире порождает инструменты проявления этой этики в быту, в жизни. И если эта этика в быту приносит комфорт, безопасность и долголетие, то есть то, что мы называем стабильностью, мы тогда применяем к этому государственный аппарат регулирования. То есть мы порождаем систему из людей, которые действуют на сохранение некой экономической ситуации. И эту экономическую ситуацию люди сами включаются, потому что им как бы выгодно. Вот это вкратце суть теории происхождения государственных образований. Как можно остановить вот этот ЧВК Рюдан? Где? В России? В Украине. Я не вижу проблем в Украине с вот этим Рюданом. Это высосано из пальца. Проблема высосана из пальца. На самом деле проблема в том, что никто не хочет на сегодняшний день работать ни с молодежью, ни с Украиной, ни с геополитикой. И все работают только на удовлетворение одной так называемой ценности. Бабло. Бабло побеждает зло. Точнее, зло и есть бабло. И пока мы не научимся определять, что есть зло, а что есть добро, пока мы не выйдем в социальное, целостное понимание этого процесса, мы будем мириться с Приднестровьями, ЛДНРами, Крымами, не сможем стрелять во врагов. Не сможем определиться, кто есть друг, а кто есть враг. Смотреть русские новости, обсуждать в эфирах, что там, где там, какой Пукин, что там пукнул. Потому что мы не имеем собственного пространства, мы, естественно, включаемся в чужое, которое нам кажется более приятным, интересным и выгодным. Александр, мы как журналисты, мы как аналитики, мы же сравниваем разные точки зрения, мы предоставляем зрителю разные точки зрения, имеется в виду выражение тех же российских представителей, цитаты, цитируем наших представителей, для того, чтобы найти вот эту золотую середину и прокомментировать, и понять нарратив с российской стороны, и понять нарратив с украинской стороны. Правильно же? Правильно. Для этого мы, собственно, это все и переводим. Правильно. Но тогда не следует журналистику путать с политикой и путать с государственной деятельностью. Потому что государственная деятельность не может себе позволить золотой середины. Государственная деятельность это есть защита своего, а если своей идентичности, а если идентичности у вас нету, то чем занимается государственная система? Грабежом и насилием. Потому что тогда она не выполняет своей функции. Функция чиновников и чиновничьих машин, вот из чиновников, регуляция отношений. И если им извне не поставлена задача и не налажен извне контроль, они переходят на самоокупаемость. самоподдержку и самофинансирую. Они сами себе придумывают задания, которые с честью выполняют. А в связи с тем, что у них задание одно нажраться, носовать этих, побольше сделать себе подушку денежную, потому что они не видят системы обеспечения всего социального пространства. И они понимают, что их должность на сегодняшний день является основой их персонального благополучия их детей. И они заботятся о своих детях, им кажется, что они заботятся таким образом, каким они могут это сделать. Это означает то, что социальная система обеспечения всех людей, включенных в социальную систему, об этих людях не заботятся. И это совершенно не украинский способ решения вопросов. И почему я очень оптимистично смотрю на то, что вокруг происходит, чем больше вот таких критических проявлений со стороны чуждого нам пространства этики русской, российской, тем ярче и интересней смотрится украинская идентичность, тем ярче и интересней будет та система взаимодействия между элементами носителями этой этики украинства, когда произойдет систематизация не отдельные носители, не отдельные волонтеры, добровольцы, активисты и носители воли, когда они перейдут в систему взаимной поддержки, поддержки стабилизации пространства, проявления на свет машины регуляции вот таких отношений, как это будет прекрасно. На этом поставим три точки. Интересная тема, но, к сожалению, уже время наше исчерпано. Александр Новохадский, директор аналитических программ Украинского центра Барометра. Украинского Барометра. Украинского Барометра. Это там, где директором Виктор Небоженко. Именно так. публицист, аналитик и человек с большим жизненным опытом. Спасибо вам, что нашли время. Друзья, вы смотрели канал Политбюро. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Поставьте лайк этому видео и, конечно же, пишите комментарии. Для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Меня зовут Дина Бернацкая. На сегодня говорю вам, берегите себя и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин